Всех приветствую, друзья! И снова я на связи. О чём мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о том, чем можно заняться на природе. Давайте выясним сначала, как будет поражение на природе. На природе. Здесь есть несколько вариантов. Значит, на природе будет auf dem Lande, такой вот вариант. Lande или Lande, одно и то же. Здесь может обозначать как природа, может быть как дача, за городом. Auf dem Lande может переводиться по-разному, в зависимости от контекста. На природе, на даче, за городом. Вот таким образом. Auf dem Lande. Хорошо. Хорошо. Также можно сказать на природе In der Natur. Окей. Чем можно заняться на природе? Можно сделать пикник. Eine Party. Eine Land Party machen. Мы сегодня вечером, например, давайте сегодня днём, мы сделаем пикник на природе. Heute, можно сказать, heute Mittag. Oder einfach. Heute machen wir eine Land Party. Eine Land Party. Чем мы будем заниматься? Мы можем, например, если это там какое-то озеро, да, или река, море, да, соответственно, здесь можно купаться. Я купаюсь. Ich bade. Ich bade im fluss. Я, там, например, в реке. Если плаваю, ich schwimme. Ich schwimme im fluss. В море im Meer. Например, так. Что можно ещё, что обычно делают на пикнике? Жарят шашлыки, правда? Жарят шашлыки. Как будет жарить шашлыки на немецком языке? По сути, шашлыки, вот, скажем так, в немецкоязычных странах, в той самой Германии, как правило, это происходит более культурно, более цивилизованно, чем, например, там, в России, Украине, Белоруссии, да, вот, в странах СНГ. Там это больше как ставят какой-то мангал и вот на нем уже делают какой-то гриль. И вот, собственно, отсюда вытекает выражение грильмахен. Грильмахен. Или можно сказать флейшгрилен. Вот, например, делать шашлыки это флейшгрилен. То есть, дословно, жарить мясо. Флейш, мясо. Грилен, жарить на гриле. Мы были на природе, давайте скажем, и делали шашлыки. Мы были на природе. Wir waren auf dem Lande, да, wir waren auf dem Lande und das Fleisch gegrillt und wir haben здесь лучше сказать, потому что разное вспомогательное грогол. Und wir haben Fleisch gegrillt. Понятно, да? Und wir haben Fleisch gegrillt. Давайте скажем, что мы отдыхали на природе. Мы отдыхали на природе. Отдыхать будет sicher holen. Это возвратный грогол в немецком языке. И это нужно учитывать при построении. Значит, мы отдыхали на природе. Попробуйте сами сказать. Wir haben uns sich превратилось в uns. Это возвратное местоимение. Wir haben uns auf dem Lande oder in der Natur и третья форма отдыхать. Erholt Попробуйте еще раз сами. Wir haben uns auf dem Lande erholt. Wir haben uns auf dem Lande erholt. Хорошо. Что еще можно делать на природе? Можно поставить палатку и переночевать, например. Ставить палатку будет ein zelt. Ein zelt. И давайте разберемся, как будет ставить, устанавливать. Это глагол aufstellen. Aufstellen. Например, сразу скажем в прошедшее время. Мы поставили палатку. Wir haben ein zelt aufgestellt. В прошедшее время aufgestellt. Wir haben ein zelt aufgestellt. И давайте скажем переночевали. Переночевать это будет übernachten. Übernachten. С данным глаголом über не отделяется. Это слабый глагол. Третья форма будет übernachtet. Мы переночевали. Wir haben übernachtet. Wir haben übernachtet. Например, мы переночевали в палатке uriki. Wir haben в палатке im zelt uriki am fluss переночевали übernachtet. Попробуйте сами сказать. Wir haben im zelt am fluss übernachtet. Wir haben im zelt am fluss übernachtet. вот таким образом, вкратце, да, вкратце, что обычно делают на природе возле какого-то водоема. Окей, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вы до сих пор еще не подписаны, обязательно это сделайте. Нажимайте на колокольчик возле кнопки подписаться. Таким образом, вы будете получать на почту сообщения о выходе моих новых видео. До скорых встреч! С вами был Дмитрий Говдя. Пока! Пока!